Текущие потолки, заполненные водой полы, испорченная мебель. Такую картину описали в своем обращении в редакцию вестей жителей одной из многоэтажек Черкесска. В гости к горожанам отправился наш корреспондент Артур Мхце. У коммунального ада много лиц, и одно из них без сомнения выглядит примерно так. В Черкесске после очередного дождя жители верхних этажей 32-го дома по улице Октябрьской в спешном порядке хватались за любую емкость, способную вместить как можно больше воды. В этот раз это настолько неожиданно, и причем вот в трех местах, и на кухне, и в спальне, и в зале, и не знаешь, за что ухвататься. Позвонили в аварийную, пока не будет заявления, пока не придете, значит, делать ничего не будем. Лейла Чагова живет в этом доме около 20 лет. Ее квартира несколько раз подвергалась подтоплению, но настолько масштабный водоем постучался сверху впервые. Единственный, кто рад вынужденным изменениям – домашний питомец, который так и норовил ближе познакомиться с непрошенным гостем. А вот в обслуживающей организации, где давно знали о проблеме, ничего не предпринимали, пока трубы в очередной раз не выдержали нагрузок. Да и то лишь после того, как на помощь пришли соседи. Спасибо соседям, они очень быстро отреагировали, отозвались, пришли и помогли. По щиколотку стояла вода в квартире, по всей квартире. Это невозможно, как так можно халатно относиться. Сделали вид, что поменяли эти трубы. На следующий раз, как видите, на проволочках подвешены эти трубы, не выдерживают массы этой воды, которая должна вниз поступать. Сотрудники аварийной службы управляющей организации устранили течь. Удалили старую испорченную трубу, поставили новую. Но долго ли эта конструкция простоит, точнее провисит? О надёжности здесь и речи быть не может. Эта ситуация напомнила дом по улице Ворошилова. Там после каждого нового ливня дождевая вода заливает как квартиры самих жителей, так и электрощитовую. На очередное обращение в управляющие организации отреагировали и даже залатали крышу. Но в день подтопления Октябрьской 32 один из подъездов дома в центре Черкеска вновь обзавёлся собственным водопадом. Так есть ли у людей возможность как-то повлиять на качество проводимых в домах работ? Вот что нам сказали в региональном управлении жилищного надзора. В случае неустранения нарушения жильцы могут обратиться в надзорные органы, в том числе орган государственного жилищного надзора, как в письменной форме непосредственно по адресу управления, так и через систему ГИШИКХ, государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Что намного упрощает, это буквально в течение пяти минут они отправили сообщение, и оно уже у нас, и оно сразу идёт в обработку. Надо понимать, что после вызова аварийной бригады сами жители должны принять или не принять выполненные работы. Если их не устраивает качество ремонта, они имеют право не подписывать акт. Что касается возмещения причинённого ущерба, есть два варианта. Стороны могут прийти к компромиссному решению. Но бывает, что жильцов или обслуживающую организацию не устраивает озвученная сумма компенсации. В этом случае необходимо провести независимую экспертизу и написать заявление в судебные органы. Но одно людям надо понять сразу. Без реальных обращений их проблемы вряд ли будут решены. Артур Махци, Олег Малхожев, Либастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.